Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Буянов Дмитрий, я любитель художник. Мы продолжаем наши интересные истории о картинах, о той информации, которую несут картины. И было принято решение создать целую серию видеороликов, которые будут рассказывать о тех картинах, которые наиболее сильно воздействуют на людей. Картины часто это фламандских художников, немецких. Часто это картины наших русских художников 19 века. Те или иные картины мы будем разбирать в аспекте моей живописи, поэтому я буду рассказывать исключительно, не нарушая авторских прав, показывая детали на моих вольных копиях картин, которые были написаны по образцу, по оригиналу, изначально оригиналу тех великих художников, о которых я только сказал. Это будут художники и в Ландре, это будут художники нашей русской школы 19 века. Ну и конечно же, основа наших небольших видеороликов будет заключаться в том, что я пытаюсь объяснить, какую информацию несут те или иные элементы картины. И вы больше сможете узнать об информационной начинке, об эгрегорной начинке, которые можно воспользоваться, которые можно направить именно себе на развитие. И в основном мои видеосуждения будут заключать в себе информацию, чтобы вы легче могли понять, какую картину для своего декора вы можете выбрать и как она будет воздействовать на нас. Преимущественно будем говорить исключительно о тех картинках, которые несут мощную энергию жизнеутверждения, либо мощную энергию старинной мифологии, то есть такой старинной истории людей. Конечно же, эти картины будут в основном всегда с положительным зарядом. С отрицательным зарядом я даже не буду разбирать картины, потому что я считаю, что это не имеет никакого смысла разбирать картины, которые плохо влияют непосредственно на человека. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня у нас первая картина. Вольная копия, которую вы видите у меня за спиной. Сейчас мы более подробно ее разберем подетально. Это вольная копия великолепного, прекрасного художника Питера Пауэля Рубенса, о котором я очень много говорил в своем видео «Тайна Питера Пауэля Рубенса». Посмотрите, пожалуйста, если интересно. И вот именно эгрегорную начинку, то есть информационную начинку этой картины сейчас мы с вами будем разбирать. И, естественно, будем разбирать сам фон, то есть информационный фон картины, который воздействует на психику людей, находящихся около данного произведения искусства. Опять же, я говорю, что мы с вами разбираем только лишь искусство высшей категории, то есть классическое искусство, которое воздействует исключительно благородно, вдохновенно на каждого зрителя. Ну что ж, наша картина называется «Персей освобождает Андромеду». Это мифологический сюжет. И сейчас более подробно рассмотрим ее в деталях на основе моей вольной копии. Один из бесспорных шедевров Рубенса, созданный им в период 1620-1621 годов, взятый за основу античный сюжет о сыне Зевса Персея, победившем ужасную медузу Гаргону. И прекрасной Андромеде, дочери царя Кефеи и царицы Кассиопеи. Опреченной стать жертвой морского чудовища у великого фламандца приобретает совершенно новое звучание. Принцесса Андромеда уже не классическая античная красавица с выверенными пропорциями. Художник наделил ее чертами пышнотелой, дородной, фламандской девушке с золотистыми волосами и пылающим румянцем на щеках. Необычайно воздушные, светлые, лисирующие краски ее почти обнаженного тела звучно контрастируют с остальными доспехами Персея, его сверкающим щитом с прикрепленной головой Гаргоны, со всей могучей фигурой героя, изображенного с множеством деталей, крылатыми сандальями на ногах, венком над головой, шлемом-невидимкой в руках Амура. Еще один Амур держит под усцы Пегаса, крылатого коня, родившегося из капли крови убитой Гаргоны. И этот конь не тонконогий, скакун из древних мифов, а крепкий, белогривый фламандский жеребец, весь подстать своему наезднику. Крылатая богиня победы Ника, держащая лавровый венок над головой Персея, придает всему полотну характер торжественного действия, даже аллегория. Так любимый Рубенса. Противопоставление двух центральных движений на картинке, решительного, уверенного порыва героя Персея и смущенного, стыдливого, невероятно женственного, встречного порыва царевны Андромеды, создают тонкую и вместе с тем обнаженную игру зарождающихся чувств влюбленных. Для художника не так важно соблюдение древнего сюжета, как воспевание пышущего здоровьем крепкого, уверенного тела в трепетном и таком естественном сближении. Цветовой строй произведения насыщен перламутрами, телесными, ярко-красными, золотистыми, светло-зелеными, ярко-бордовыми пятнами, гармонирующими между собой в состоящие величественные, торжественные настроения происходящего. Как вы понимаете, дорогие друзья, эгрегириальный фон этой картины прекрасен для тех людей, которые хотят достичь успеха, утверждающего настроение в бизнесе, возрождающей творческой энергии, а также тех людей, которые настроены лишь только на победу в своей жизни. Именно для них эта картина будет идеально подходить в их интерьере. Она будет подключать их к соответствующим эгреграм-победителям и помогать самоутверждаться своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok